При повороте против часовой стрелки на 90 градусов полная фигура прибудет клеточку. Посмотрите, скользящая симметрия. Когда вы делаете симметрию относительно вот этой красной прямой, то происходит замечательная штука. Переворачивается и еще сдвигается на половину клеточки. Называется скользящая симметрия. Вы переворачиваете и сдвигаете. Отлично. Здесь что происходит? Ровно эти картинки все нарисовали и на каждой из них исследовали. Мне кажется, что вы на картинке нарисовали, потому что быстрее. Но с другой стороны, они это сами нашли, а вы вот здесь нарисовали. Вот у нас такая штука. Поворачивается. Здесь заштрекованная фигура переворачивается и сдвигается на одну клеточку вправо. Это заштрекованная штука. Что с ней происходит? При симметрии вот эти вот две клетки, естественно, у нас переворачиваются. И дальше сдвигаются. В результате, если вы проанализируете, при симметрии точка А переходит сюда и сдвигается. В результате она оказалась тоже тяжелой. Б остается на месте и сдвигается. То есть ловточка в большинстве. С переворачивает, идет вот сюда и сдвигается, попадается и так далее. Если проследить, то у нас вся фигура переворачивается и сдвигается. В результате она действительно оказывается вот такой. Хорошо. Довольно хитрый пример. Смотрите, здесь ось симметрии расположена на забавном области. Проходит через середину. Сдвиг, он вот, он на полторы диагонали клетки. Вот у нас есть центр клетки, смотрите. И вот такой стиль. Четвертушка диагонали. И поэтому попадет не сюда, а попадет в центр клетки. Вот эти белые клетки. И попадет в центр этой самой клетки. А дальше сдвигаемся. И вот сдвигаемся действительно на полторы диагонали. Не вленитесь сейчас хотя бы пару из этих картинок себе нарисовать. Там, где есть скользящие симметрии. Для того, чтобы действительно прочувствовать. Школьники сами не догадались. Там они долго думали, но не догадались, где же там проходит эта самая большая симметрия. И удалось это сделать только после того, как я им объяснил вот такую штуку. Если была прямая, неважно, как расположенная, то при симметрии она переходит в такую прямую, что при продолжении они пересекаются на оси, ну или обе параллельные оси. Вот. При сдвиге все равно эсектриса сдвинется параллельно. Поэтому идея решения была такая. Здесь берем любой, например, такую желтую пустелочку. Здесь берем такую желтую пустелочку. И между этими направлениями берем эсектрису. И все отлично получилось. Потому что мы нашли направление. Вот оно было направление. И, соответственно, после этого надо только сообразить, на каком именно форме его вывести. Вот. Это совсем простая задача. Здесь показано, как при помощи параллельного переноса вот эта фигура переходит в это. Здесь, ну, здесь понятно, делая, так, что он там делает? Сверху фигуру. Что? Вот так вот это. Видели? Перевернули и сдвинули. Вот эта вот заштрихованная часть перевернулась и двигалась на одну коллекцию. Здесь еще можно сказать. Фигура, с которой мы имеем дело, имеет ось симметр. Вот посмотрите, заштрихованная фигура есть вот такая вот симметр. Поэтому, и на этой картинке вот это показано, движение, которое переводится штрихованным и не штрихованным, на самом деле есть два. Одно перемещение, это, как вот здесь показано, скользящаяся метрия, а другое, это вот такой поворот. Посмотрите, вот эта штука поворачивается, переходит сюда. И ты ее поняли? Поняли, отлично. Но здесь тоже все легко. Здесь вот эта штрихованная часть переворачивается и сдвигается вверх. Все понятно? Вот. И здесь легко переворачивается и сдвигается вбок. В общем, ребята, нужно будет как-нибудь вам рассказать такую штуку, как классификация перемещения плоскости. Оказывается, есть теория, это тема Шаря, о том, что любое перемещение плоскости, это обязательно или поворот, или параллельный перенос, или скользящаяся метрия. То есть, совсем не так много есть видов, всего и вида, параллельный перенос, поворот, скользящаяся метрия. Из-за этой теоремы очень много всяких интересных выводов, из-за этой теоремы очень много всего интересного можно доказать. А давайте, чтобы вам было приятно, я еще одну картинку покажу. Куб. Ну, куба дни хитрый, да? Все понимают. И, эта фигура намного интереснее. Тело. Часть грани квадраты, часть грани прани трехвы. Куба октаэта. Куба октаэта. Получается, если взять куба середины всех врёбок. Я не знаю, как это быстро объяснить. Вот, если бы он был из пластилина, то надо было бы наметить серединки и дальше отрезать. Вот, у каждой вершины надо было бы отрезать такой тетрадик. Тогда от каждой грани куба останется квадратик с вершинами в середине до стола старого квадрата. И останутся такие треугольные срезки. Продолжение следует...